друзья снова здравствуйте сегодня в продолжении первой части моего мини-фильма который вы просмотрели хочу более подробно остановиться на сегодня пусть это будет камаз точнее один из моих камазов моих любимых моделей вот но если быть совсем откровенным начну я не с камаза вот с этой чашечкой кофе обожаю черный кофе и так и так это камаз произведен мастерской скейл это мастерская была находилась в санкт-петербурге к сожалению если уже нету по той причине что нет живых хозяина и камаз сейчас мы его отсоединим это бензовозик достаточно тяжелый это не металл врать вам не будут честно не могу сказать что это за материал какая-то смесь точную но явно не нигде не голый пластик вот где-то вот так вот начнем с зада обзорчик такой я могу допустить ситуацию что это конечно определенная переделка но переделка очень красивая достойно исполненная сделано в общем-то очень хорошим качеством тягач тягач очень тоже хорошо проработан красиво я вот только на секунду дырочки поддворники то ли они специально не были поставлены то ли забыли то ли были утеряны перри пересылки я не могу понять вопрос меня мучит уже несколько лет с тех пор как я его получил ну знаете все таки люблю я эту модель красиво она сделала и если я правильно понимаю то тут не просто кабина откидывается она еще сделана видите имитация амортизации кабины имею ввиду трудновато это на видео показать но это существует вот такая вот штучка это второй камазик из моих всех камазов тоже аналогов я не видел когда-то я его купил у одного коллекционера с дальнего востока до камаз перекочевал с дальнего востока на ближний восток я кстати прошу прощения за то что я эти все модели вытаскиваю на стол просто я хочу чтобы был больше обзор и четче было всем видно потому что в витрине их трудно очень разглядеть и немножко проблемы там со священием я не могу вертеть витрины я просто боюсь за модели поэтому я большие модели буду вытаскивать с вашего позволения на большой свет и на стол короче говоря вот такой кольцевой камаз сделал этот товарищ то есть тут тоже как бы постарался товарищ мой вот поймал я резкость его ступенечки сделаны туба при этом он конечно сохранил понятно что кабину откидывается это все это все понятно то есть как оно было так оно и есть ну по-моему немножко прокрашен двигатель чуть-чуть да и мы сесть еще это было сделано из тягача такую платформу человек придумал прикрепил и теперь его развернул и тут даже видно видите платформе сделано какая труба выхлопная ну и рама соответственно как бы вот такая рамка то есть как бы основную основные функции модели элекон никто здесь не затрагивал то есть все сохранено то есть опять же откидывающийся кабина амортизирующиеся колеса и все тут как бы сохранили просто сделали красивый кольцевой камазик такой симпатичный сейчас посмотрим а вот тут он здесь тоже сделал немножечко такие вещи типа коробка выделена и глушак выходит вот ну в общем нормально нормально все это красиво тоже сделано радует мой глаз вот я сейчас пока рассказываю смотрю там и кабина тоже работала немножечко изнутри я сейчас пытаясь поймать резкость не очень получается ну-ка ну-ка вот что то есть такое да кабина тоже немножко проработано там под кольцевой я вот еще один камаз ну для начала это олимпийская серия этому товарищу еще уже 40 лет обращаем внимание руль и зеркала капрон перегородка на сейчас я извиняюсь вот перегородка еще присутствует ну разумеется конечно гвоздь этой модели это не гвоздь а винт на винте говорится но разумеется сделанного ссср состояние сами видите идеал очень близок к новому само собой все функционирует кабину замочек белый двигатель опять же виден этот болт вот такая красота вот такая красота у нас долго я его искал в таком состоянии нашел что конечно да нет родной коробки для ней бокса в общем подобрал к нему конечно коробочку от камаза но принципе главное что модель хороша ничего страшного я так думаю не случится если у него не будет родной коробки я думаю возрасте 40 лет особых вариантов тоже быть не может покажу вам еще с одной стороны его то есть как бы это красавчик красавчик олимпийский красавчик вот это тоже советского производства тамаз разумеется родные все тампы не знаю насколько они редки но спойлер классный спойлер еще металлический это точно большой плюс в моделях в этих софт концов то тоже суперски смотрится дальше насколько я знаю тоже достаточно интересный там причем это родной там совершенно никаких подвохов никаких декалий это чисто заводской там идет ну разумеется тоже все в идеале в абсолютном тут не то что скольчики тут полинки нет все хранится вот в коробках давайте посмотрим сейчас на нищие чтобы не было сомнений да вот медиа ссср все это ссср все это находится находилась вернее как я говорил в частных коллекциях у разных людей совершенно вот поэтому так она и смотрится как бы все отбиралась о прежде всего по критериям сохрана ну вот так постараюсь не постараюсь я обещаю вам ближайший день-два продолжить обзоры разных моделей в комментариях люди просили сделать коменты про вернее обзоры про рособалты к сожалению пока мне их нету но я ожидаю новые новые как только их получу отвечаю обещаю вы их увидите как и много еще другой нам очень много общаться потому что моделей у меня около 700 штук я имею ввиду модели ссср модели уже постномерные многих мастерских интересных ручной работы но разумеется модели процентов на 95 это советские конечно модели поэтому будет много интересного отслеживайте пожалуйста канал и увидите много приятного всем хорошего вечера всего хорошего мастерских интересного отеля Продолжение следует...